В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Цепетова. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах, которые обсуждались, и проанализируем тенденции политической и социально-экономической жизни округа. Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов России изучают возможности бюджета по сохранению господдержки малого бизнеса в АПК. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на первой межрегиональной конференции Общероссийского народного фронта, которая прошла на этой неделе в Ставрополе. В прошлом году на поддержку АПК в рамках соответствующей госпрограммы было направлено 222 миллиарда рублей. Примерно 8% из всей поддержки ушло на малые формы хозяйствования. Фермерские хозяйства – частные предприятия на селе. Причем планировалось, что в 2016 году общая поддержка АПК будет немного увеличена – 237 миллиардов рублей. Однако сейчас, по словам президента, Минсельхоз вместе с Минфином изучают возможности бюджета. Власти уделяют этой проблеме особое внимание, ведь именно частные подсобные и фермерские хозяйства, по словам президента, дают заметную добавку в общую продовольственную корзину страны, в связи с чем они должны быть поддержаны. Кроме того, Владимир Путин предложил внимательнее контролировать все органы власти в вопросах распределения земельных участков. Президент добавил, что это внимание нужно распространить не только на работу исполнительной власти, но и на другие ветви. Особое внимание агропромышленному комплексу уделяют и в Нинницком округе. Кроме финансовой поддержки федерального центра, немалые средства на развитие АПК направляют из бюджета округа. Отмечу, что на все виды господдержки отрасли АПК в виде субсидий в 2016 году из бюджета выделено более 630 миллионов рублей. Несмотря на непростые экономические условия, власти региона не только не уменьшают объемы поддержки, но и увеличивают ее, вводя новые виды субсидий. Большое внимание при этом уделяется малому бизнесу, который только начинает заниматься сельским хозяйством и при этом уже вносит свой вклад в увеличение валового регионального продукта. Речь идет в том числе о крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. В центре внимания на этой неделе были поручения президента. Дисциплина по их исполнению должна быть безупречной. Соответствующее поручение дал губернатор округа Игорь Кошин. Информацию об исполнении поручений и указаний президента за 2015 год представил вице-губернатор Михаил Васильев. В прошедшем году на исполнении в органах власти Нинецкого округа находилось 255 рекомендаций, содержащихся в перечнях поручений президента. В адрес главы государства направлено 47 докладов губернатора региона во исполнение рекомендаций, содержащихся в поручениях. Фактов неисполнения поручений президента в регионе не выявлено. В то же время два доклада об исполнении представлены позже установленного срока. Дисциплина по срокам подготовки докладов и их отправления оставляет желать лучшего. В ближайшее время необходимо внести соответствующие изменения в нормативные документы округа, которые определяют сроки подготовки отчетных документов. Кроме того, требуют объявить дисциплинарные взыскания лицам, нарушившим исполнительскую дисциплину, сказал Игорь Кожин. Всплеск заболеваемости тяжелыми инфекциями, такими как грипп, подтолкнул к законодательным инициативам. Сенатор от Нинецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другим опасным инфекционным заболеванием. Стопроцентная компенсация даст возможность гражданам полноценно пройти лечение и не разносить инфекцию, перенося болезнь на ногах. В обращении к вице-премьеру Вадим Тюльпанов отмечает, что действующее в стране законодательство ограничивает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Выход на больничный снижает доходы работника как минимум на треть. Однако острая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся сегодня во многих регионах России и имеющая тенденцию к ежегодному повторению, диктует изменения сформировавшуюся правовую схему и страховую практику, отметил Вадим Тюльпанов. Необходимо увеличить сумму выплат за больничные дни, что станет стимулом для заразившихся граждан, соблюдать правила карантина и не переносить болезнь в офис, транспорт, общественные места, а принимать лечение на дому или в стационаре. Это положительно скажется и на непосредственно их здоровье, и на здоровье окружающих. Особый порядок оплаты стопроцентного больничного листа сенатор предлагает распространить на людей с заразившимися инфекционными заболеваниями при сроке больничного до 10 дней в год, вне зависимости от трудового стажа. Данную инициативу уже поддержали окружные депутаты. Этот вопрос был предложен департаменту. Департамент отнесся с пониманием, и они будут над этой темой работать, и вполне возможно, что мы все-таки пойдем в ногу с мнением нашего сенатора. Потому что на сегодняшний день вот та сумма, которая оплачивается, конечно, она за счет Афомса недостаточная. Люди теряют заработки, не желая заболеть, они заболели, люди серьезно теряют заработки. И на сегодняшний день ведь в каждой семье этот вопрос решается по-разному. Если есть вот как раз ситуация, когда надо жилы с себя тянуть, чтобы детям помогать, люди идут на работу, конечно, и люди идут на работу. А если один родитель, это вообще ситуация получается безвыходная. По словам Татьяны Бадьян, такие выплаты по больничным листам необходимо ввести в экстренных ситуациях, когда речь идет об эпидемиях гриппа, ОРВИ и другими опасными инфекционными заболеваниями. 26 января в регионе ввели режим карантин на ограничительных мероприятиях в связи с вплеском ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Ненецкому округу Наталья Кирхар. Постановление предписано организовать комплекс карантин на ограничительных мероприятиях в государственных медицинских организациях, осуществлять контроль за поддержанием несжижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, осуществлять медобслуживание детского населения и беременных женщин преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа, обеспечить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда и поэтапному перепрофилированию стационаров и отделений для госпитализации больных с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. Кроме того, поручено запретить проведение в образовательных учреждениях, культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Решение о введении карантина в группах детских садов или классах школ будет приниматься при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ на срок не менее 7 суток. Меньше чем за неделю в регионе было зафиксировано почти 900 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа. Два случая заболевания взрослых были подтверждены лабораторно. Сразу отмечу, что речь идет не о свином гриппе. Случаев заражения гриппом H1N1 на территории региона не зафиксировано. По сообщениям Роспотребнадзора, в ряде детских садов и школ был введен карантин. Полностью были закрыты группы и учебные классы. Об этом в нашей студии мы поговорили с заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу Светланой Брюлевой. В школах, в дошкольных образовательных учреждениях при заболевании детей более 20% либо в группе, в классе, либо в общем, в учреждении принимаются меры по разобщению детей. То есть классы, школы, группы закрываются, не функционируют в течение 7 дней. При необходимости этот период может быть увеличен. На данный момент у нас закрыты 23 группы в 8 дошкольных образовательных учреждениях и 13 классов в общеобразовательных учреждениях. И полностью закрыты школа-сад в деревне Куя, школа-сад в поселке Хунгурей и детский сад в Солоксино. Полномочия в сфере ЖКХ вернулись с регионального уровня на городской, но только на год. Речь идет об исполнении полномочий по организации в Наринмаре электро, тепло, газа и водоснабжения населения. Соответствующие поправки в 95-й окружной закон о перераспределении полномочий депутаты регионального парламента приняли в 1-м и 2-м окончательном чтении на 1-й в этом году сессии. Всего в повестке дня значилось 20 вопросов. Напомню, с 2015 года полномочия в сфере ЖКХ в столице региона в соответствии с 95-м окружным законом пережили с городского на региональный уровень. Однако власти НАУ по сути не имели возможности исполнять их, поскольку мэрия отказалась передавать на региональный уровень по КТС. Перед вынесением на сессию этот вопрос был детально проработан на комиссиях и предсессионном комитете. Это также вытекает из тех обращений, которые поступали в адрес органов государственной власти от города Наринмара. И это условно тем, что фактически органы местоправления отстранились от передачи инструментов и полномочий на окружной город. Почему только на один год передаем эти полномочия, посмотрим, как в текущих финансовых условиях город справится с ними и по концу года, если эту ситуацию будем оценивать еще раз. Вернут полномочия и Заполярному району. Речь идет о полномочиях по организации в сельских поселениях строительства муниципального жилищного фонда и создании условий для жилищного строительства. Это делается также на основании обращения администрации Заполярного района. Она заверила власти НАУ, что средства на строительство муниципального жилищного фонда в районном бюджете имеются. Законопроект депутаты приняли в первом и во втором окончательном чтении. Далее депутаты обсудили проект закона, который был разработан на основе обращения к законодателям мамы усыновленного ребенка. Речь идет о предоставлении возможности использовать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей на оплату образования усыновленного ребенка в любое время по истечении одного года со дня усыновления, а не в течение трех лет, как сегодня диктует закон. Ведь фактически, согласно действующим нормам, пособие возможно израсходовать на оплату образования ребенка только в том случае, если в момент усыновления ему было 15 лет. И поэтому у него была такая идея, а можно ли дать возможность усыновителям эту сумму использовать последующим, когда ребенок закончит школу, пойдет поступать, не дай бог не получится на бюджетное место, чтобы оплатить ему учебу. Хорошая, нормальная, здравая идея. И мы, в принципе, вместе с специалистами нашего собрания достаточно быстро постарались его реализовать. Также депутаты предложили законодательно закрепить, что в случае, если усыновители направляют эти 500 тысяч на улучшение жилищных условий, за усыновленным ребенком в обязательном порядке закрепляется часть жилого помещения. Как отметила вице-спикер Татьяна Бадьян, законопроект направлен на адресную поддержку усыновленных детей и защищает в полной мере интересы усыновляемого ребенка. Законопроект приняли в первом чтении и предложили разработчику доработать его с учетом предложений и замечаний. Также на сессии были приняты поправки в закон, который касается оплаты труда работников государственных учреждений округа. С принятием законопроекта заработная оплата бюджетников будет напрямую зависеть от результатов их деятельности. Здесь речь идет о формуле 60 на 40, где большая часть – это базовый оклад, а остальные проценты – это премиальные и стимулирующие выплаты за эффективность, креативность, добросовестность и другие заслуги. Данный законопроект, он принят прежде всего еще с тем, что мы до 1 января 2018 года должны все перейти на форму эффективного контракта. То есть это федеральная политика. Но каким образом она будет здесь реализовываться в регионе, многим зависит и от трудовых коллективов, зависит от профсоюзного движения, от действий, конечно же, исполнительной власти. И, на мой взгляд, приняв это как готовность, мы все должны подключиться к этой теме, чтобы у нас действительно появились критерии, грамотные критерии, которые способствуют развитию наших отраслей и вместе с тем могут оценить работника по его эффективности. По словам законодателя Татьяны Бадьян, пока никаких критериев оценки эффективности работников различных отраслей не разработано. Это дело времени. Также в ходе сессии парламентарии поддержали проект постановления группы депутатов об обращении в правительство Российской Федерации. Суть письма состоит в следующем. В январе этого года правительство России одобрило идею выдачи заграничных и общегражданских паспортов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и даже запустило пилотный проект в ряде регионов страны. Для нашего округа с большим количеством труднодоступных населенных пунктов замена документов – одна из насущных проблем. Чтобы получить паспорт, необходимо приехать в Наринмар и потратить десятки тысяч рублей. Об идее подключения к этой проблеме многофункциональных центров округа депутаты регионального парламента задумались еще в ноябре прошлого года. Оказалось, что правительство тоже думает в этом направлении. И мы думаем, что нашим обращением мы усилим позицию правительства в этом направлении. И мы включили там фразу, что мы хотим, чтобы наш регион был одним из пилотных в реализации вот этой госуслуги. Глава региона Игорь Кошин полностью поддержал инициативу депутатов и рекомендовал продолжить работу по расширению перечня госуслуг, оказываемых в МФЦ, для удобства жителей населенных пунктов округа. Также в ходе сессии по представлению губернатора округа депутаты согласовали кандидатуру Татьяны Лагвиненко на должность заместителя губернатора НАО. Напомню, с 1 сентября Татьяна Лагвиненко исполняет обязанности вице-губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики округа. Согласно уставу, губернатор имеет право назначить своих заместителей без согласования с депутатами на срок не более пяти месяцев. После этого момента кандидатуру необходимо согласовывать с депутатами. Где взять новые кадры для нефтяной отрасли и кто их будет готовить? Администрация Неницкого округа провела встречу с представителями нефтяных компаний. Темой круглого стола стала подготовка квалифицированных и рабочих кадров для топливно-энергетической промышленности. Сегодня в нефтедобывающей отрасли региона работают порядка 7400 человек. По данным Департамента природных ресурсов, экологии и горпромышленного комплекса, доля работников из числа жителей Неницкого округа весьма незначительна. Большая часть трудовых ресурсов прибывает из других субъектов России и стран СНГ. Тем временем на окружном рынке труда сегодня есть желающие работать в нефтяной отрасли. Знаю, что у нас были вопросы, то есть участие, то есть не всегда желанно как-то так люди охотно ездили на вахты, то сейчас, конечно, ситуация изменилась. И уже многие готовы на любые логистические схемы, лишь бы, скажем так, иметь работу. Олег Белак обратился к представителям недропользователей с просьбой размещать вакансии в центре занятости округа, чтобы у жителей была возможность устраиваться на работу. Также на встрече обсудили эффективность деятельности профильных классов Роснефть, бесплатного обучения безработных, подготовку рабочих специалистов в окружных образовательных учреждениях. Денисский округ войдет в межрегиональный туристический маршрут. Его тестируют в рамках экспедиции «Русский север русским машинам». Экипаж из 11 человек на трех Соболях преодолел путь от карельского города Сартовала до Варандея. Наринмар в новом туристическом маршруте будет значиться конечной и культурной точкой. Впервые взять в руки лопату и буксировочный трос пришлось только здесь, по пути к Пустозерску. Команда экспедиции преодолела пресловутый зимник, скаталась до Варандея и ни разу не встретила на пути препятствий. А ведь именно за ними приехали в Заполярье автопутешественники. В прошлом году ребята пытались, не смогли. Были закрыты зимники, было очень много снега, не смогли. В этом году, к сожалению, наверное, для нас это оказалось очень легко. Может быть, наши машины были подготовлены, плюс дороги еще хорошие, снега мало. 11 пассажиров и три Соболя испытывают возможности российского автопрома в условиях Арктики, а также экспедиционное оборудование и снаряжение. Как показала первая половина пути, арктическая выдержка у Соболей хорошая. К тому же они не затратны в плане топлива, вместительны и комфортабельны. Как вы видите, никакой специальной такой суперподготовки нет. Сделан каркас, причем штатные места под штатные болты, даже ничего сверлить не пришлось. Просто сделан каркасик под спальное место. Ну вот здесь двое и спереди двое. Все, что необходимо для путешествия, уместилось в машину. Коробки с продуктами, теплая одежда, запчасти, низельное топливо и аппаратура для съемок. В составе экспедиции профессиональные операторы, которые готовят фильм про автопутешествия. Потому что люди хотят увидеть эту красоту. Потому что вот мы ехали, мы просто останавливались, просто вот и снимали, снимали, снимали. До такой степени эти ваши рассветы, закаты, они просто, они свозят с ума. Это невозможно, это невозможно не снять, то есть мимо этого проехать. И поэтому у нас у всех все флешки забиты вот этой красотой. Вот у меня уже все, флешки кончаются. Я сейчас поеду, потому что хочется постоянно снимать. Культурную программу гостям организовал Туристический культурный центр, он же принимающая сторона экспедиции. Гостям показали Краеведческий музей, этнокультурный центр, Пустозерск и достопримечательности города. Мы вообще стараемся привлечь внимание автотуристов к разным местам, в том числе к русскому северу, потому что эти места в плане автотуризма немножечко забыты и несправедливы. Я очень люблю путешествовать по северу, это очень красиво, это очень хорошо. Поэтому призываю всех делать это, садиться на машины, на любые. Есть более сложные маршруты, есть более легкие. В Наринмаре автопутешественники проведут несколько дней, а затем отправятся обратно, в Карелию. Общая протяженность маршрута составит более 7 тысяч километров. Продолжительность тура – три недели. Конечная цель экспедиции – проработать автомобильные туристические маршруты для внедорожников и обычных машин. В марте планируется тестовый тур на Нивах. Это была программа «Итоги недели». Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких.